План основных мероприятий года здоровья в Югре составил почти 50 листов. Такую информацию озвучили директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский и главный врач Ханты-Мансийской окружной клинической больницы Елена Кутефа. Медики подчеркнули, что в первую очередь год здоровья направлен не на лечение, а на профилактику. Поэтому в приоритете спортивные состязания, а также прививочные кампании. Кроме того, особое внимание уделят к формированию позитивного имиджа здорового образа жизни, а также снижению производственного травматизма. Год здоровья – это не год о том, как быстро выздороветь или сделать сложную операцию. Это год – это тема о том, как не заболеть, как быть здоровым. И здесь вот медицинская составляющая большая есть, но перед ней есть очень, на мой взгляд, важное и нужное. Это то, как не заболеть, будучи активным физически, участвуя в спортивных, физкультурных мероприятиях. К реализации мероприятий привлекут некоммерческие организации. Говоря о повышении квалификации практикующих специалистов, директор департамента здравоохранения ЮГРЫ отметил, что эта система сейчас претерпела изменения. Она превращается в непрерывное медицинское образование. Также на пресс-конференции рассказали о новшествах, которые внедрят в сфере здравоохранения в ближайшее время. Сейчас внедряется система СМС-информирования, когда к пациенту, который запланировал свой визит к врачу, будет приходить СМС, сообщение, и вместе с тем можно будет отписаться. То есть если вдруг у пациента командировка, ну неважно, не может он явиться на этот прием, этот талон возвращается в систему и может быть использован. Таким образом и рабочее время врача будет распланировано правильно, и доступность медицинской помощи будет больше.